Другими словами, Мессия — это самый великий сын Давида. И поэтому будет приемлемо называть сына именем Отца. И вы также знакомы с другим примером. Почему Израиль называется Израиль? Потому что они в буквальном смысле являются сыном Израиля. Что является другим именем Якова. И попозже, когда израильский народ делится на два царства, то северное царство называлось Ефраим. И другое царство, южное, называлось Иуда. И даже если там было намного больше племен, чем просто колено Ефрема. И было намного больше племен в южном царстве, чем просто колено Иуды. И все же каждое имя представляло собой большую группу. Это составляет смысл? И вот что значит обобщенная личность или обобщенное единство. Когда есть органическое единство или связь. И потом, что идет дальше, это историческое соответствие. И это имеет отношение к историческому повторению событий. Это повторное переживание событий. И это основано на том, что когда Иоанн Крестителем был назван Ильей. В том плане, что он жил таким же образом и ходил по его стопам. И он следовал его примеру. И повторял его образец, его жизнь. И мы делаем так же самое в наши праздники, даже в наше время. Когда мы идем через Хагаду на Песах. Мы переживаем заново ту историю, когда наш народ ушел из Египта. Когда мы строим Сукку. Это помогает нам пережить историю жизни нашего народа в пустыне. Когда мы ставим постановку на Пурим. Мы пересказываем историю об Есфире и Мордахее. И вот что мы имеем в виду, когда говорим об исторической связи. Об историческом соответствии. Понятно это? Окей. И последнее в отношении периода второго храма. Из-за того всего, о чем мы уже с вами говорили. В Новом Завете содержатся очень интересные противоположности или контрасты. Контрасты между различными формами или приемами герменевтики. Например, у вас есть определенные методы Мидраш. The narrative exposition or sermonic elaboration. What is that? Which one? Both of them. Okay. Narrative is the exposition or the unfolding of the story. Or the kind of elaboration you do in a sermon. Или же вид проповеди. And then you have the more precise methods of halakha. И также существуют более точные методы халахи. Where you have legal argument and commentary. Когда присутствует определенный спор и комментарий. Midrash you often find in the Gospels. И так часто можно найти Мидрash в Евангелиях. Halakha you often find in Rav Shaul's letters. И халаху можно найти в посланиях Равина Шауля. As Rav Shaul applies specific and precise rules of hermeneutics or interpretation. И когда Равин Шауль использует специфические методы герменевтики. To the words and phrases he uses from the Older Testament. К тем словам и фразам, которые он использует и берет из Ветхого Завета. Now this doesn't mean he didn't use a midrashic form of interpretation. И это не означает, что он абсолютно не использовал методы midrash. Nor does it mean that the Gospels didn't use a halakhaic form as Yeshua taught. И так же это не значит, что в Евангелии не присутствуют галактические формы истолкования, которые не пользовался Иешуа. It's just that in general, when Rav Shaul wrote, но просто в общем, когда писал Равин Шауль, он использовал те методы, которые он изучил от своего учителя Галлиэля. Галлиэль, который учил Гамалиэл, который учил Равина Шауля. И в конце концов, он был учеником Галлиэла. И так же мы ожидаем, что увидим некоторые принципы Галлиэля в его посланиях. И так же мы можем видеть в Евангелиях тот вид толкования, который можем видеть и в Кумране. Это является тем, о чем говорили пророки. И для этого существует определенный термин. В английском языке это называется пешер. И основание для этой херменефтики, которую мы описываем, это то, как Ближний Восток смотрел на это. И так же поддерживалось тем способом, которым Равины истолковывали Писание. И я хочу еще раз обратить на это внимание. И основание для этого является органическая, органичная связь. И даже сейчас мы можем это видеть в Сидуре. И если вы будете молиться по Сидуру, вы можете найти очень интересное. Те молитвы, которые там используются, они обычно обобщенные или используются в множественном числе. Видели ли вы это? Это обычно не индивидуальные молитвы. Сидур для праздников. Такое можно увидеть и в Сидуре для праздников. Также те молитвы, которые мы используем на Йом-Кипур. И мы это произносим всей общиной. И мы говорим в категориях того, что мы сделали. Не того, что я сделал. И вы можете это видеть и в Писании. И, конечно, Сидур основан на Писании, поэтому здесь нет ничего удивительного. И в 9 главе Даниила, когда молится Даниил, он исповедует те грехи, которые он не делал. Но исповедует те грехи, которые были совершены людьми. Когда мы молимся о молитве «Отче наш», в 6 главе Матфея, которая, и мы говорим «Наш Отец, который на небесах», не «Мой Отец», потому что мы поклоняемся как община. И это представляет из себя идею обобщенной личности. Когда мы все вместе представляем из себя как одного человека. Это важно в понимании Писания. И это то, почему в книге Исаия, когда Исаия использует образ слуги, иногда это представляет из себя Израиль, но иногда он говорит о Мессии, потому что Мессия суммирует или представляет собой весь Сибирь. И это подобно тому, когда Матфей использует ссылки из Осии. Помните, когда он говорит «Из Египта я вызвал своего сына». В Осии это подразумевается Израиль. Но в Евангелии от Матфея это Ишуа. Так как Ишуа представляет собой весь Израиль. Он является идеальным израильтянином. И как видите, эта органическая связь, она действует обобщенно. И так же она действует в связи с поколениями. И помните Хагаду. И мы говорим в самом начале Песаха. В каждом поколении, каждый человек должен относить себя так, если бы он сам лично вышел из Египта. Мы так же говорим. И это были не только наши предки, которых избавил Бог. Но и так же и нас Он избавил вместе с ними. И каждый день, когда мы молимся по Сидуру, и мы говорим, как за моих отцов, и так же за меня. Как за меня, так же и за моих детей. Это из поколения и в поколение. Четвертая глава второзакония. Моисей говорит там людям, вы все стояли на Синае. Возле Синае. И это было то поколение, которое выжило в пустыне. И не все они были перед Богом у Синайской горы. И некоторые из них родились после того события. И многие из них умерли. Но все же Бог говорит, что все вы стояли у Синае. Это связь между поколениями. Это что-то похоже на то, когда мы говорим о Давиде и о Мессии. В 36-37 главах Езекииля. Или же народ Израиля, как дети Иакова. Или же все двенадцать колен. Каждое племя названо по имени того, от кого это племя пошло. И поэтому сейчас мы говорим о колене Манасии. Мы говорим о всей общности людей. И не только об одном человеке. Понятно ли это? И это является основанием для того, что мы можем назвать как исторический образец, историческая модель. Те модели, которые повторяются снова и снова на протяжении истории. Частично это имеет отношение к историческому повторению. И это мы можем видеть на празднике. Мы повторяем историю на Песах. Мы повторяем историю на Суккот. И в синагоге мы повторяем историю на Шавуот. Дарование Торы на Синае. И также существует историческое повторение. И это относится к событиям. Таким событиям, которые, как кажется, происходят в один и тот же день. Календарный день. Are you familiar with Тишба Ав? Знакомы ли вы с Тишба Ав? Yes? No? You should be. Вы должны. Тишба Ав is a commemoration that occurs in July or August. It's a day that remembers the destruction of the first temple. Now you're familiar? Теперь вы поняли? Yes. Okay. It's also the day that the second temple was destroyed. Yes? It turns out it's also the day that the spies came back with the bad report of Canaan. It's the day that the spies came back with the bad report of the promised land. And then, as it turns out, it's also the day of the destruction of the fortress of Bar-Kogba. And he was the leader of the second revolt against Shabba. We'll try another holiday. We'll try another holiday. We'll try another holiday. Lagwa Omer. Lagwa Omer. You know? Yeah. You know? Okay. But you may not know what happened on that day. Some, if I remember right, 30,000 students of Akiva were killed at the time of the second revolt. That killing stopped on the day we know as Lagwa Omer. And it's also the day that Shimon Bar-Amer is a reason to celebrate. It's also on that day that Shimon Bar-Yohai died. And it's also on that day that Shimon Bar-Achai died. Now that wouldn't be a time to celebrate. Except that Yohai said this. He said, don't mourn my death. Don't grieve. Celebrate. Не печальтесь. Празднуйте. So we celebrate. Поэтому мы празднуем. All on the same day. И все в один и тот же день. Lagwa Omer. Lagwa Omer. You see the same kind of connections. И вы видите один и тот же вид связи. Between significant events in Yeshua's ministry. Между значительными событиями в служении Yeshua. And his life. И его жизни. And with the Jewish holidays. И также с еврейскими праздниками. He died at Pesach. Он умер на Pesach. Resurrected at Shavuot. Resurrected at Shavuot. We see the power of the Spirit that should... Not at Shavuot. Resurrected at first fruits. Он воскрес на праздник первых плодов. We see the power of the Spirit at Shavuot. И видим силу Духа Святого, Духа Святого, Нашавуот. And so forth. И так далее. И как вы помните, мы говорим об историческом мидраше или исторических моделях. То, что произошло с отцами, является признаком того, что произойдет с сыновьями. И я хочу внести точность. И мы не говорим о концепции, что история повторяет себя снова и снова. Но это концепция того, что история имеет определенные циклы. Она идет по кругу или по циклу. И the other is more like a spiral or a wave. Или же по спирали. Let me illustrate. Я хочу это проиллюстрировать. Вот история, которая повторяет себя. А вот история, которая идет по циклу. Видите? Или же, если хотите, можно так и сделать. И каждая из последующих выглядит как предыдущая. Но это абсолютно отличается от того, как было в первом. Понятно это? И одно событие, одно что-либо, оно перевоплощается. Другая имеет отношение к историческим моделям или образцам. Одна модель является бесконечным колесом. А другая имеет определенную цель и движется к концу своей, к концу истории. И это то, что раввины называют Акарит Ахамим. И это вы можете увидеть в очень простой детской игрушке. В матрешке. Правильно. Вы снимаете одну матрешку. И вы видите то же самое внутри. Только немного меньше. Но такая же самая. Это вот то, о чем мы говорим. Понятно это? И еще один образец исторической модели. Но это будет после перерыва. Десять минут. Десять минут. Десять минут. Хорошо. Мы говорили об исторических моделях. В том, чтобы находить образцы или модели в прошлом и использовать их для настоящего. Также я сделал определенный обзор исторического повторения. И это можно видеть также на празднике. Мы говорили об историческом повторении событий. Мы видели это в событиях, которые происходят в один и тот же день. И также смотрели на историческую связь. Которая имеет отношение к определенным ситуациям или к людям. И это также можно видеть в истории об Иосифе и Данииле. И о пророчестве Антиоха и Антихристе. И также вы помните это то, на чем основываются герметические принципы Кумрана. И так же, как в Евангелиях, они говорили, что вот это является тем, о чем говорили пророки. И так же мы видим Иоанна Крестителя. Он так же может быть представлен в виде Иллии, который грядет. И это тот принцип, который можно найти в Псалме 79 или 77. Я прочитаю 2 и 3 стих. 77-й Псалом, 2 стих. Открою уста Мои в притче. И произнесу гадания из древности. Заметьте, здесь есть слово притчи. А так же гадания или скрытые вещи. Из древности, из прошлого. И так же они являются тем, о чем говорит 3 стих. Что слышали мы и узнали. И отцы наши рассказали нам. In other words, we find that the past Или другими словами, мы видим, что то, что было в прошлом Our history is a preview of the future. И наша история является видением или предшествованием перед будущим. And so we have historical patterning. И поэтому таким образом мы видим историческую модель. Now, the Gospels are based on this kind of hermeneutical principle. И Евангелие основаны на такого рода Ермениевтических принципах. And on scripture memorization. И так же на заучивании Писаний. Which is why we have flag words or scripture coding. И это то, почему у нас есть определенные ключевые слова Или кодирование Писания. We have yellow submarines and war and peace. У нас есть yellow submarine и так же война и мир. И так же ключ к предоставлению Евангелия Это особенные специфические указания Ишуа. Remember, on the Emmaus road Как вы помните, по дороге в Emmaus Yeshua unwrapped the scriptures Когда Ишуа, он раскрывает Писание Рассказывает весь смысл He showed them how they spoke of him Он показал им, как они говорили о нем So, as we look at it then, we can say И когда мы посмотрим на них, можем сказать That Yeshua not only followed in the footsteps of our ancestors Что Ишуа следовал не только по следам наших предков He very literally followed or reproduced Но также в очень буквальном смысле Он следовал или воспроизводил Their steps and their actions Их следы и их действия That means that as we see or understand These historical Jewish patterns И когда мы понимаем еврейские исторические модели They help us to better understand The purpose of the Gospels Они помогут нам лучше понять цель Евангелия And to better appreciate the role of Yeshua И также лучше оценить роль Ишуа Therefore, each of the Gospel writers И поэтому каждый из авторов Евангелия Presents Yeshua as fulfilling a different Jewish or rabbinic Представляет Ишуа как другой еврейский или раввинистический Or prophetic or messianic Или пророческий или messianic Or biblical or historical Библейский или исторический Expectation or hope Ожидание или надежду So now we'll survey each of these unique Gospel presentations И поэтому сейчас мы будем делать обзор этих уникальных Евангелий И также попытаемся понять ту картину, ту иллюстрацию Которая пытается нам донести каждое Евангелие И мы начнем с Матфея And you can follow along in your outline И вы также можете следовать в соответствии со своим конспектом лекций Again, remember the principle is This is that which was prophesied И помните этот принцип Это является тем, что было сказано пророками Or in the beginning Или же в начале Same principle Тот же принцип We start in Matthew with the pattern of Daniel Мы начинаем в Матфея С той модели, которая есть в книге Даниила Now why would Daniel be an important pattern for Yeshua? И почему же Даниил был настолько важным образцом для Yeshua? Daniel, remember, was an innocent sufferer И как вы помните, Даниил был невинным страдальцем He then became a ruler И затем он стал правителем After his humiliation and suffering После его смирения и после его страданий Sounds like a good pattern, doesn't it? Это звучит как хороший образец, не так ли? It pictures Yeshua's coming and his return И это изображает пришествие Yeshua и его возвращение Now, I must say this at the very beginning И в самом начале я хочу сказать следующее This is not a pattern that I discovered Это не та модель, не тот образец, который я раскрыл здесь My wife, the other doctor Fisher, discovered it Now, we were in a Bible study together Когда мы изучали Библию And I was leading the Bible study На группе изучения Библии И я вел эту группу And instead of paying attention to me И вместо того, чтобы обращать внимание на меня She was paging through her Bible Она пролистывала свою Библию But this is what she discovered И вот что она открыла And I've only added to it a little bit И я только немножко своего добавил туда The clue to this pattern is found In Daniel 6 and 7 Ключ к модели в Евангелии от Матфея Мы можем найти в книге Даниила 6 и 7 главах Or more precisely, Matthew 24 and 26 Или же, если более точно, Матфея 24 и 26 главы Матфея Now Matthew 24, 15 talks about the abomination of desolation Матфея 24, 15 говорит о мерзости запустения So right away you should begin thinking of Daniel Поэтому сразу же можно начать думать, можно вспомнить о Данииле And in fact, in Daniel chapter 7 И даже в 7 главе книги Даниила Right around verse 25 or 26 Приблизительно 25-26 стихи You'll find another description Можно найти еще одно описание Of the ruler who will bring about the abomination of desolation Того правителя, который станет причиной мерзости запустения Two chapters later, Matthew chapter 26 И затем 26 главе Матфея In a very significant passage В очень значительном отрывке от Писания Yeshua describes himself Yeshua описывает себя As the son of man who comes riding on the clouds of glory Представляет себя как человека, грядущего в облаках славы That's Daniel chapter 7 verses 13 and 14 Это Даниила 7 глава 13 и 14 стихи So we have two clues here Поэтому здесь мы видим Два ключевых момента That urge us to look at Daniel 6 and 7 That urge us or motivate us to look at Daniel 6 and 7 Okay, now you look at the text that I have listed from Matthew And I will tell you what is in the text that is listed in Daniel Look at Matthew 26, 3 and 4 Посмотрите на Матфея 26 главу 3 и 4 стихи Okay Here is what you find in Daniel chapter 6 verses 4 and 5 И вот что можно увидеть в Даниила 6, 4 and 5 It's in the outline You read in Matthew, I read from Daniel You read in Matthew, I read from Daniel You read in Matthew, I read from Daniel The administration sought to find an occasion against him И правители, начальники пытались найти повод, как обвинить Даниила In order to kill him Для того, чтобы убить его Look familiar? Звучит это похожим Remember, I'm reading from Daniel Помните, я читаю из Даниила Next passage Следующий отрывок For you, Matthew 27 Вы читаете Матфея 27 главу I'm still in Daniel chapter 6 А я все еще в Даниила 6 главе They could find no corruption in him Так как они не могли найти никакого подвоха Никакого обвинения в нем He was innocent in the king's sight Он был невиновным в глазах царя Does that sound familiar? Звучит ли это знакомым для вас? It should Matthew 26 36-44 Следующий отрывок Матфея 26 глава 36 44 стихи I'll read Daniel 6 verse 10 Я буду читать Даниила 6 главу 10 стих Now you need to picture the scene Here's what Daniel did He went upstairs to pray Он поднялся вверх, чтобы молиться Facing Jerusalem Обратившись лицом к Иерусалиму On his knees И стоя на своих коленях Three times daily И он молился трижды в день What did Yeshua do? Что делает Yeshua? He goes up the mountain Он восходит на гору Facing Jerusalem Обращается лицом к Иерусалиму On his knees На своих коленях Prayed three times Next Matthew 27-43 Следующий отрывок Матфея 27-43 Okay Here's what Daniel 9-16 says May God rescue you Isn't that the same thing we find in Matthew? Тоже ли мы находим в Матфея? Okay Then we continue Matthew 27 Следующая Матфея 27 Verses 60-66 Стихи 60-66 Here's what Daniel says The stone was rolled across the cave And it was sealed Now that's the specific passage И это специфический отрывок That got my wife thinking about these things To, что заставило мою жену задуматься об этом And then she went on from there 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 But we'll continue also И мы также продолжим Matthew 28, verse 1 Here's what Daniel 6-19 says The king came to the cave By the first light of day Sound familiar? Звучит ли это знакомым для вас? It ought to We just celebrated it It should We just celebrated it Должно Потому что мы только Это недавно праздновали Now for this one You'll have to follow me carefully И для этого Вы следите за мной Очень внимательно You will look at Matthew 27, verse 46 Вы посмотрите на Матфея 27, глава 46 стих And I will start with Daniel 6, verse 23 А я буду читать Даниила 6, главу 23, стих 27, 46 Okay, whatever is in the outline there When the king opens the cave И когда царь Открывает яму Даниил has no wounds То он не видит никаких ран на Данииле Even though he was in a den of lions Даже хотя он и был в яме со львами Now here's where Psalm 22 comes in И вот что говорится в Psalm? Psalm, yes 22 В 21-м псалме Now why are we looking at Psalm 22? А почему же мы должны смотреть на 22-й псалм? Because Yeshua told us to Потому что Yeshua сказал нам Where did he tell us this? А где он говорит нам это? Matthew 27, 46 Матфея 27, глава 46, стих Does he not say My God, my God Why have you forsaken me? И говорит ли он Мой Бог, мой Бог Почему ты оставил меня? That's Psalm 22, verse 1 Это говорится в 21-м псалме Втором стихе Now in those days И в те времена If you wanted to give somebody A scripture reference Если вы хотели бы Кому-то передать Ссылку из Писания You wouldn't give the chapter In the verse То вы бы не говорили Главу и стих They didn't have chapters In verses Так как не было тогда Ни глав, ни стихов You would give them The first verse of the section То вы давали бы им Просто первые стихи Этого раздела Этой части So Yeshua is saying this to us И поэтому Yeshua Говорит это нам You want to know What is happening Here in front of your eyes И он говорит Вы хотите знать Что происходит здесь Перед вашими глазами Read Psalm 22 То прочитайте 21-й псалом And now we read In a couple of those verses И также мы прочитаем Несколько из этих стихов First of all Verse 13 13-й стих Roaring lions Open wide their mouths Множество тельцов Обступили меня They open their mouths Against me Псалом 21-й 14-й стих 14-й Раскрыли на меня Пасть свою Как лев Алчущий Добычий И рыкающий Verse 21 Rescue me From the mouth Of lions 22-й стих Спаси меня От пасти льва Now isn't that Exactly what happened To Daniel Не это ли То что происходило И с Даниилом That's the story Of what happened To Yeshua On the cross Это то что Происходило С Ишуа На кресте Then we move To Matthew 27-43 Yet again И затем Снова Повторяется Стих Матфея 27-43 While I look At Daniel Chapter 6 Verse 23 He trusts In God Он доверяет Он доверяет Богу Does that sound Familiar Знакомо ли это вам Isn't that What the crowd Say to Yeshua И не то ли Говорила Толпа Ишуа Next Matthew 27 25 Следующая Матфея 27 25 And I will Read from Daniel 6 24 Я буду Читать Из Даниила 6 Главы 24 Now in Daniel 6 24 We're told This That the Children Of those Who Accused Daniel Would Suffer As a result Of what Their parents Did What is A cry Of the crowd In Matthew Let this be On us And on our Children Right You see The connection Okay Let me take A step back For just a minute Here Let me talk To you About the Size Of the Crowd Who said That And we talk About this In a book That my wife And I Have written But it's not Available in Russian But let me tell you About it Anyhow It was Passover Time in Jerusalem And we're told That perhaps A quarter Of a million People Were in Jerusalem At that time And we're told That perhaps A quarter Of a million People Were in Jerusalem At that time Now this is occurring The event In Matthew Is occurring About 9 o'clock In the morning Or perhaps Even earlier The crowds In Jerusalem Are at their Homes Or their Inns Preparing for Passover But here's a group Of people Who cries out His blood Be on us And on our Children Now how did They know To be there How did They know To be there In front of Pilate Because the high priest Had told them To be there And so they stand In front of Pilate In a place That is called The pavement It's in the Bible It's called The pavement Yes At least in English I don't know What it would be In the Bible It's called Как центральная Площадь Now I have stood There myself И я сам Там Бывал It's not a large place Это не очень Большое место Maybe a hundred People could stand There Может быть Сотня людей Может там Поместиться That means That only One hundred People И это означает Что одна Сотня людей Out of a quarter Of a million Из Двести Пятидесяти Тысяч Людей Stood in front Of Pilate Стояла Перед Пилатом Понятно И им было Приказано Находиться Там Первосвященником Otherwise They would not Have known To be there Иначе Они не были бы Там Okay Let's continue With Daniel Давайте Будем Продолжать Данила Matthew 27 Verse 54 Матфея 27 25 Стих 27 Глава 25 Стих We see We see the Pattern In Daniel Chapter 6 Verses 25 And 26 Danila Мы видим Это В 6 Главе 25 26 Стих And there The king Acknowledges Daniel And Daniel's God И там Царь Признает Даниила И Бога Даниила A foreigner A foreigner Acknowledges The God Of Israel Чужестранец Признает Бога Израиля And his Servant И также Его Слугу In Matthew 27 A foreigner Also Acknowledges The God Of Israel And his Servant В 27 Главе Матфея Иноземец Также Признает Иисуса И говорит Что Истина Это был Сын Бога In Daniel Chapter 6 Verse 27 В Даниила 6 Главе 27 Стихе The king Talks About God God Who Performs Signs And Wonders О Том Боге Который Творит Чудеса И Знамения Matthew 27 Verses 51 To 53 Notice Notice That There Are Signs And Wonders Here As Yeshua Dies The earthquake The resurrection Of those Who Were There God Performs Signs And Wonders God So So That's Our Story Of Daniel As Matthew Tells It As Seen In The Life Of Yeshua Remember This Is One Who Had Suffered Daniel Suffered Innocently Daniel Stradal Невинно And After A Suffering He Became The Ruler Are You Ready For The Next Pattern For Me I Need To Turn The Page Me To Per Turn To Turn To Turn We Now look at the life of Moses There were some legends about the birth of Moses There were some legends about the birth of Moses И это те легенды, которые знали современники Иешуа. И есть один отрывок в Мидраше. Левитская раба. И она называлась Моисея. И это называется как прямое поколение Моисея. И, иными словами, Бог сам родил Моисея. И это немного схоже на то, как родился Иешуа.